МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Прокурор в теме». Дистанционное мошенничество становится все более серьезной проблемой. В 2022 году с попытками обмана по телефону или интернету столкнулись 83% россиян. По данным экспертов в области кибербезопасности, объем мошенничества в России на сегодня оценивается в сумму от 55 до 150 миллиардов рублей в год. Причем 94% из них – это телефонное мошенничество. По мере совершенствования системы кибербезопасности растут и возможности аферистов, которые придумывают все более новые схемы воровства денег с банковских карт при помощи телефона и интернета. 24 июля 2023 года был принят закон, который должен усложнить их жизнь. Банки смогут замораживать деньги после подозрительных операций. Однако, как это будет выглядеть на практике, пока неизвестно. По телефону и через госуслуги – главная схема, которой пользуются мошенники в 2023 году, чтобы красть деньги россиян. Вот эту тему я сегодня буду обсуждать с моим гостем в студии. Сергей Юрьевич Аннакин, заместитель прокурора железнодорожного района города Самары. Здравствуйте! Прежде чем мы приступим к этой теме, у меня вопрос немного такой отвлеченный от темы. Вы впервые гость в студии программы «Прокурор в теме». Расскажите, пожалуйста, как давно вы работаете в органах прокуратуры? Собственно, почему вас привлекла когда-то эта профессия? Ну, если ответить на этот вопрос, в органах прокуратуры я работаю около 6 лет. Вот. Чем привлекла? Так, наверное, сразу не ответишь. Ну, наверное, с институтской скамьи еще принял такое решение. Хотелось бы работать в этом направлении, защищать права граждан, помогать людям. Ну, как-то, наверное, так, если кратко сказать. Ну что же, спасибо большое за ответ. И переходим к нашей теме. Давайте поговорим вообще, насколько актуальна проблема телефонного мошенничества в настоящее время. Понятно, что актуально, но вот насколько серьезно вопрос стоит в нашем городе, регионе, ну и, в частности, под ведомством вам районе? Ну, если сейчас смотреть статистику, что телефонный мошенничество сейчас является одним из самых распространенных видов преступлений, сейчас информацию о себе скрыть непросто, так как мы отображаем ее во всех различных сферах. Это различные интернет-сервисы указывают свои личные данные, указывают место жительства, место работы. При оформлении и доставке также мы можем указать свои персональные данные. И, соответственно, да, это все упрощает нам жизнь, но при этом и повышает... Осложняет одновременно. Да, и повышает эту уязвимость. Какие уловки сейчас используют телефонные мошенники для получения доступа к личным данным, ну и, соответственно, здесь же к личным средствам граждан? Ну, имея личные данные, мошенники на этом не останавливаются, так как для завладения денежных средств им необходима и иная информация. Это данные о личных кабинетах, данные о номерах карт. Соответственно, они используют различные способы и виды, чтобы заполучить данную информацию у граждан. В последнее время телефонные мошенники используют виды мобильной связи, звонят с целью предложить сменить мобильного оператора. Вот в последнее время это распространенный вид мошенничества. А какие еще можете озвучить виды? Ну, если смотреть тоже, опять же, идти к статистике, то в последнее время одно из самых распространенных видов мошенничества является мошенничество путем направления смс-сообщений. Что это значит? То есть гражданин получает информацию путем смс о том, что необходимо пройти по конкретной ссылке. Данная ссылка зачастую переносит это либо на вредоносный сайт, либо загружает вредоносную программу непосредственно в сам телефон. И таким образом уже взломишенник получает необходимую для него информацию из средств сотовой связи. Вот это как раз и называется, да, пресловутый смс-фишинг, о чем вы сейчас говорите. И, ну, тогда расскажите, пожалуйста, как от него защититься? Ну, в первую очередь, нельзя переходить по данным ссылкам, с ссылкам, если вы получили это от незнакомых номеров. Зачастую эти ссылки, если приглядеться, они отличаются от официальных сайтов. Так, к примеру, например, может прийти информация якобы с пройти по ссылке на сайт Сбербанк, но если присмотреться, например, будет указано в наименовании Сбербанк, например, с двумя буквами К. Соответственно, люди на это не обращают. Или вместо точки будет слэш, да, или решетка. Да, все верно. Люди зачастую не обращают на это внимания и проходят по данным ссылкам. Да не то, что не обращают внимания, а некоторые просто и не знают действительно до подлинного адреса того или иного банка, да. Поэтому, ну вот все-таки, как защитить себя от разных видов и способов телефонного мошенничества по ссылке не переходить, да. Ну, а можно же ведь как-то добавить, там, я не знаю, эти номера в черный список. Вот как вы считаете? Я считаю, что сейчас есть ряд программ, которые непосредственно блокируют все эти входящие номера. Они, все эти номера выносятся в базу, и, соответственно, когда уже человеку поступает либо звонок, либо СМС-сообщение, данная программа уже указывает о том, что звонит, либо присылает данное сообщение злоумышленник. Это как один из видов, мне кажется, защиты. Да. Ну, мне кажется, сейчас и многие мобильные операторы предлагают такую услугу, подозрительные номера сразу, да, блокировать и обращать их в спам. Поэтому, мне кажется, здесь тоже, наверное, рассмотреть такой вариант можно и защитить себя от мошенников. Какие есть виды мошенничества с использованием еще средств связи на сегодня вам известных, но, может быть, не таких распространенных среди зрителей? Ну, один из тоже многочисленных видов мошенничества является мошенничество путем звонка гражданину. У гражданин поступает звонок, представляются работникам, соответственно, реальной компании, которая занимается представлением услуг связи. То есть в рамках диалога пытаются получить информацию о доступе к личному интернету. Ой, к личному... К мобильному банку? Да, к мобильному... Нет, к личному кабинету мобильного оператора. Для чего это делается? Это делается, чтобы настроить переадресацию... Вот, как раз, да, по поводу мобильной связи? Настроить переадресацию на иной номер, чтобы впоследствии запросить данные через интернет-банкинг, и чтобы смс пришла не гражданину, а непосредственно уже злоумышленнику. Угу. Скажите, а вот такая информация может в реальном времени, в реальной жизни поступить от мобильного оператора? В реальной жизни, само собой, такая информация от мобильного оператора поступать не должна. То есть не может позвонить? Да. То есть если такие поступают звонки, зачастую... Точнее, ни один оператор не будет спрашивать ваши личные данные, пароль от вашего личного кабинета, соответственно, это уже свидетельствует о том, что звонит вряд ли реальный работник оператора. Да. И вот здесь, кстати, идентичная ситуация, которая мне напомнилась, когда звонят сотрудники банка и также спрашивают личную информацию, они тоже звонить никогда не будут и не будут выпытывать ваши персональные данные и ваши коды доступа к картам к мобильному банку и так далее. Вот здесь тоже нужно вот с опаской такие звонки принимать, а может быть и не принимать их вовсе. Да, соглашусь, что аналогичная ситуация происходит и когда звонят сотрудники банка. Там также пытаются разными способами получить информацию, получить номер карты, получить секретный код. Также бывают случаи, когда просят установить приложение банка, ввести, соответственно, также свои данные, и в дальнейшем уже эти личные данные попадают не сотрудникам банка, а злоумышленникам. Ну то есть не переходить по ссылкам, если пришла какая-то подозрительная смс, не сообщать, если представились сотрудниками сотовой связи свои какие-то данные. Еще, кстати, вот один из видов мошенников предлагают поменять сим-карту, якобы ее срок действия истекает. Вот это вот тоже в последнее время такие, не знаю, обманные пути злоумышленников. Ну и, соответственно, нельзя передавать никакие личные данные, если звонят сотрудники банка и представляются. Это вот если делать вывод из того, о чем мы с вами сегодня уже успели поговорить. Но ведь имеют место и случаи, когда лица представляются сотрудниками каких-то правоохранительных органов, прокуратуры, МВД, полиции и так далее и тому подобное. Вот здесь как реагировать? Ведь человек, ну, психологически неподготовленный, а если, допустим, еще и ситуация какая-то жизненная, когда просто-напросто застает врасплох, это сразу уже, ну, попадаешься на уловки мошенников. Вот здесь как быть, особенно, мне кажется, подвержены вот таким риском пожилые люди. Как вы считаете? Действительно, есть, имеют место звонки от сотрудников ФСБ, полиции, иных госслужб. Мошенник, так сказать, пытается запугать человека, ввести его врасплох. Представляется, как я уже сказала, сотрудником правоохранительных органов, говорит о том, что в отношении его пытаются совершить преступление, украсть денежные средства с его банковского счета, либо банковской карты, и пытается получить, ну, так же, соответственно, конкретные данные. Но зачастую, как показывает практика, данные лица просят не сказать им конкретные данные, а совершить конкретные действия. То есть что это значит? Это пойти снять денежные средства со своей карты, поддержать их некоторое время у себя, то есть в виде наличных денежных средств, и в дальнейшем уже с целью якобы обеспечения безопасности положить на специально защищенный счет. Это вот сейчас одна из самых распространенных видов мошенничества. Ну, кстати, и мошенники не дремлют в плане того, совершая такие звонки, говоря, что ваш сын или дочь попали в аварию, нужно срочно деньги, чтобы якобы уголовное дело дальше не пошло. Но тоже вот до сих пор, кстати, недавно разговаривала со своей знакомой, ей позвонили как раз, вот, хотели обмануть таким способом. Возможно ли защитить себя от мошенников, ну, просто-напросто игнорируя такие звонки? Либо стоит все-таки с ними говорить дальше и одновременно держать связь с полицией, чтобы, так сказать, накрыться с поличным? Мне кажется, в этой ситуации нужно, в первую очередь, слушать речь этих мошенников, так называемых, потому что если звонят сотрудники полиции, они никогда не начнут психовать, прерывать ваш диалог с ними. То есть нужно, в первую очередь, начать задавать вопросы. То есть если вопросы не последуют... То есть вы считаете, что нужно все-таки с ними продолжать общение, не сразу прерывать разговоры? Можно понять, действительно ли это является сотрудником правоохранительных органов или нет. А в дальнейшем уже, соответственно, прекратить диалог, позвонить своим близким родственникам и, соответственно, уже удостовериться в реальности данных обстоятельств. Да, обстоятельств. Совершенно верно. Но если законопослушный гражданин ничего не нарушал, живет себе, так сказать, праведно и честно, и что вы хотите сказать, может ни с того ни с сего позвонить сотрудник полиции? Ну, бывают случаи, когда представляются, что, как сказать, действительно, может быть, гражданин ничего не совершал, но ссылаются на то, что это его знакомые дали номер телефона, что его дальние родственники также попали в определенные обстоятельства, и эти люди назвали его данные. Соответственно, и пытаются также вывести его на определенные действия. Так. Ну, какой бы здесь совет вы дали, как общаться, если вдруг все-таки позвонили и представились? В этих случаях я считаю, что в первую очередь нужно прекратить диалог и позвонить уже сотруднику правоохранительного органов и сообщить, что действительно или нет поступили звонки от данных лиц. Да. Ну, а если, допустим, с угрозами в адрес близких поступают такие звонки, то непосредственно нужно сразу же не бежать в банк и снимать деньги, да, и думать, что действительно что-то произошло с ребенком, особенно если он находится не рядом, а в другом городе. Но позвоните раз, не отвечает, выключен телефон, позвоните два, три, позвоните десять раз, убедитесь, что все нормально и ваши близкие в безопасности. Но почему-то вот сразу первым делом, особенно, как я уже успела сказать, пожилые люди идут в банк, снимают деньги и тоже через третьих, четвертых лиц передают. Я к чему так это рассуждаю? Потому что, ну, ведь цифры статистики, сколько отдают денег люди, ну, это просто, не знаю, ужасающие какие-то цифры, причем в средствах массовой информации. Мы говорим, 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 говорим об этом. И все равно, как говорится, результаты почему-то... Ну, в самом это подверженные люди пожилого возраста, то есть они либо не слышат, либо не хотят, честно скажу так, ну, слышать данные разъяснения, потому что бывали в практике такие вещи, что даже подходят действующие сотрудники полиции к гражданам, которые переводят внушительную сумму денег, ну, неустановленным лицам, говорят о том, что представляют сотрудниками полиции, говорят о том, что это является мошенничеством, и не может там сотрудник банка потребовать вас перевести денежную сумму денег на иной номер. Но все граждане все равно обеспечивают и продолжают переводить данные денежные средства, не слыша сотрудников полиции. Тут, я думаю, в первую очередь нужно уже подключаться родственникам и объяснять о том, что в случае каких-либо действий, чтобы наши бабушки и дедушки непосредственно звонили им, и чтобы уже мы сами решали этот вопрос. Да. Ну и даже можно позвонить на горячую линию. В полицию можно всегда позвонить и сказать, ну вот сейчас такой вот звонок поступил, ну посоветуйте, что делать, да? Наверняка же ведь не откажут, и наверняка скажут, что это мошенники, пожалуйста, не отвечайте по этим номерам телефона. Да, в первую очередь нужно позвонить в любом случае сотрудникам полиции и оставить соответствующее заявление. Давайте еще скажем, какие еще есть виды телефонного мошенничества на сегодня. Ну, более редкий, конечно, случай, но имеет место это клонирование сим-карт. Что это значит? Когда граждане покупают сим-карты не у оператора непосредственно, а, так скажем, в ларьках около вокзалов, на рынках и так далее, в момент покупки делается дубликат данной сим-карты, который остается у мошенника, и в дальнейшем уже в процессе использования, когда граждане подключают это к личным кабинетам в банке, к примеру, данные сообщения дублируются уже и на карту злоумышленника. Имеют такие места обстоятельства, но они более редкие. Соответственно, тут простой способ не приобретать сим-карты в непроверенных местах. Да. Ну вот, кстати говоря, тоже один из таких способов мошенников и их уловок, случаи бывают, да, что, допустим, пропустил звонок от незнакомого номера. Как вы считаете, стоит ли перезванивать на незнакомый номер или все-таки воздержаться и подумать о том, что, ну, кому надо, тот перезвонит? Вот лично я так всегда делаю, когда у меня незнакомый номер, особенно там, если с какими-то кодами других городов. Ими тоже имеет место такой вид мошенничества, когда злоумышленники специально направляют вызов и непосредственно тут же сбрасывают. Данный вид мошенничества нацелен для чего? Чтобы граждане непосредственно также перезвонили. В этот момент... Что происходит, кстати? В этот момент, то есть, граждане звонят на платный номер, по которому, соответственно, с баланса списывается определенная денежная сумма. То есть, это так устанавливанные платные номера. Они законодательством прямо не запрещены. Но в данном случае это и является злоупотреблением данным видом номеров, и мошенники этим благополучно пользуются. В данном случае, наверное, посоветую не перезванивать. И также есть определенные программы, которые можно данный номер проверить, и там уже будет написано о том, что либо это является мошенником, либо, соответственно, это номер реальный. Ну, а если под рукой данной программы нет, я всегда смотрю в современных смартфонах сейчас совершенно замечательные функции, где видно, сколько секунд идет звонок. Если, допустим, 2-3 секунды, то понятно, что это платный номер. Ну, а если ведь бывает, что тебе реальный человек звонит с незнакомого номера, и, допустим, предложительность вызова идет там 25 секунд, то здесь уже можно и задуматься, да? Но все равно для безопасности, наверное, перезванивать не стоит. Само собой, мне кажется, да. Ну что же, возможно ли какие-то посягательства, связанные не только со звонками и СМС-сообщениями, может быть, еще о чем-то стоит предупредить наших сегодня уважаемых телезрителей? Еще имеет место один из видов мошенничества – это, так скажем, мнимые лотереи, назовем. Да. Когда поступает телефонный звонок, либо СМС о том, что гражданин является победителем в какой-либо лотерее, либо в каком-либо розыгрыше. Опять сейчас же, да, в преддверии Нового года, мне кажется, вполне возможны такие звонки. Давайте поподробнее остановимся. Да, имеют они место. Соответственно, после чего гражданин либо самостоятельно звонит, либо перезванивает так называемый представитель данной лотереи и говорит о том, что он, там, гражданин получил подарок, и для получения данного подарка ему необходимо оплатить ряд так называемых расходов, связанных с заставкой, либо с иными расходами. Соответственно, что гражданин делает? Переводит данное денежное средство, впоследствии и денежное средство теряют, и не получают данный подарок. Да, ну, просто нужно помнить, что бесплатный сыр-то всегда бывает только в мышеловке. Давайте поговорим, и более тоже подробнее на этом остановимся, каким образом можно все-таки себя защитить и своих близких, разумеется, от видов мошенничества и посягательства, как по телефону, так и по интернету. Вы совершенно верно сказали, что нужно детям беседовать со своими пожилыми, близкими, родственниками, родителями и рассказывать вот о тех видах мошенничества, которые на сегодня существуют. Ну, ведь несложно потратить там 5-7 минут, 10, да, позвонить и сказать, а вот ты знаешь, сегодня вот узнала о таком новом виде мошенничества, ты, пожалуйста, там не реагируй или как-то вот не продолжай разговор, если вдруг тебе поступят такие звонки. Мне кажется, вот это в первую очередь работает. Да, я с вами полностью согласен. Наша с вами основная задача – это объяснить, рассказать, показать, так скажем, чем это чревато. Вот, и я думаю, только более контролировать так и детей, так и пожилых родственников от данных посягательств. Вот, кстати, хорошо, что вы напомнили о детях. А ведь есть ли, кстати, может быть, у вас такие цифры, насколько вообще дети попадаются на уловки мошенников? Ну, не совсем дети, наверное, скорее о подростках нужно говорить. И как ситуация вообще, в принципе, с телефонным мошенничеством обстоит в железнодорожном районе? Как часто обращаются к вам люди вот именно с этими проблемами? Ну, по детям в целом статистики такой не имеется, но если смотреть на практики, то это абсолютно, мне кажется, близится к нулю. Факт совершения в отношении совершеннолетних телефонного мошенничества. Вот, если смотреть по практике, то есть за текущий год в железнодорожном районном суде нами было поддержано три поддержания гособвинения по трем уголовным делам, связанных непосредственно с данным видом мошенничества. То есть данные лица были установлены и осуждены. Угу. Так, ну и все-таки давайте поговорим об ответственности. Какая ответственность предусмотрена за свершение вот как раз указанных преступлений? Ну, действия лиц попадают под статью 159-го уголовного кодекса. Это мошенничество. Соответственно, максимальное наказание под данной статье достигает 10 лет лишения свободы. Угу. Ну вот все-таки, как обстоит дела именно с выявлением преступников и вот подобного рода преступлений? Или все-таки здесь можно развести руками? Нет. Действительно, сейчас принимаются различные меры к установлению данных лиц по местному хождению, каким образом были обеспечены, то есть переведи, куда именно переведены данные денежные средства. Мы принимаем ряд мер, направленных именно на взыскание в интересах граждан данных денежных средств. Да, вот действительно, да, казалось бы, да, проще некуда. Но ведь банковская карта, банковский счет, куда перевели деньги, кому-то принадлежат. Ну, задержать это лицо и, можно сказать, преступление раскрыто. Но ведь понятно, что все это не так просто, все это очень сложно. Вот тем не менее, какие меры предпринимаются прокуратурой вот в части этих преступлений? Ну, зачастую, начнем, наверное, со сложности, так скажем, выявления данных преступлений является в чем? Денежные средства не переводятся сразу на конкретную определенную карту. То есть они переводятся на ряд карт. То есть, соответственно, денежные средства переводятся с одной карты на другую. И в итоге сложность заключается в том, чтобы установить конкретного держателя карты. Вот, в случае установления держателя карты мы принимаем сейчас, устанавливаем эти граждан потерпевших, соответственно, выходим в их интересах, с какими заявлениями в суд, а взыскание изданных граждан, то есть держателей их карт, на которые были переведены денежные средства, а взыскание необосновательного обогащения в интересах граждан. Это тоже могут быть подставные лица? И когда уже дело доходит до суда, и непосредственно появляется гражданин, на чей счет переведена сумма, и он говорит то, что, ну, нет, не оформлял я эту карту, не оформлял я этот счет, либо все это... Ну, зачастую, как показывают практики, такие граждане действительно оформляют себе карту непосредственно для совершения каких-либо мошеннических действий, либо продают данную карту третьим лицам. Ну, и наверняка еще, кстати, есть такая схема в практике, когда, как вы сказали, с одной карты переводят на другую, на третью, на четвертую, и вот с четвертой, пока все это дело и расследование идет, успевают снять деньги, и здесь уже, как говорится, концов не найдешь. Да, к сожалению, имеет такие места быть, но мы принимаем исключительные меры для непосредственного взыскания данных денежных средств. А если все-таки человек стал жертвой мошенников, что нужно делать? Давайте прямо сейчас поподробнее такую инструкцию. Ну, в первую очередь, нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Каким образом? Пойти, позвонить? Либо пойти лично, написать заявление в полицию, либо позвонить по номеру телефона и сообщить о совершении в отношении вас преступления. В дальнейшем обеспечить уже направление всех подтверждающих документов для своевременного и полного рассмотрения данного заявления. И дальше уже сотрудники полиции будут проводить процессуальную проверку, в результате которой будет уже принято окончательное решение и устанавливаться данные лица. Ну, а также, наверное, да, подводя итог нашему сегодняшнему разговору, все-таки, если вы поняли, что вам звонит мошенник, да, лучше всего, наверное, прекратить разговор, внести этот номер в черный список и все-таки позвонить в полицию и рассказать, вот, что такой был звонок, что такая информация до вас дошла. Возможно, это новый вид мошенничества. Да, все верно. Спасибо вам большое, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Будьте, пожалуйста, осторожны. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok